Привет, друзья! Каждый, кто хоть немного увлекается электроникой, например, ремонтирует компьютеры, обязан обратить внимание на данный топ товаров. Объясню почему. В данный топ включены только наиболее выгодные товары, которые, ну, очень необходимы при любых манипуляциях с электроникой. Начнем с приборов, так как они самые важные, на мой взгляд. Из мультиметров большую популярность завоевал представитель от компании RichMeters. Модель 101 одна из первых вышла в свет. Однако, также, например, есть 102 модель с изменениями в виде функций измерения температуры. Прибор довольно качественный и обладает большим разнообразием функций и их диапазонов. Тестер компонентов или измеритель LCR, очень популярный на сегодняшний день прибор, поможет быстро определить номиналы конденсаторов, а также измерит их ESR и утечку напряжения. Также можно проверить транзисторы, диоды, резисторы и другие электронные компоненты. Тестер компьютерных блоков питания. Довольно полезный прибор, когда компьютер просто не запускается. Процесс диагностики изомеров напряжения значительно упрощается. Кост-карта. Индикатор кодов BIOS, который поможет определить по коду, какое устройство неисправно. Есть на различные разъемы PCI, мини-PCI, которые используются в ноутбуках. Программатор BIOS. BIOS – программный код, без которого запуск компьютера невозможен, и если BIOS имеет ошибки или он вовсе стерт, поможет программатор. Бывают случаи выхода из строя микросхемы памяти, куда и прошивается BIOS. Поэтому для прошивки новой или донорской понадобится это устройство. Дальше от приборов перейдем к паяльнику и расходным материалам. Паяльник, который мне лично понравился по качеству и доступности на него жал, называется ATEN, модель AT-SA50. Конструкция у него довольно прочная, удобная и есть регулятор температуры. Считаю его лучшим по цене и качеству. Кстати, хочу напомнить про кэшбэк, который я лично использую – это Letyshops. Возвращайте процент с покупок в интернет-магазинах, в том числе наш любимый Алиэкспресс. Ссылка в описании. Для пайки понадобится припой, паяльная паста и флюс. Припои есть разные, но как правило качество примерно одинаковое. А вот флюс, хоть и китайский аналог американского АМТЭК, зарекомендовал себя довольно с хорошей стороны. Бокорезы. Без них в ремонте не обойтись, поэтому плата – самый хороший вариант. Также нужны пинцеты, один прямой, другой изогнутый. Лучше покупать их в паре. Пайка SMD без пинцетов просто невозможно. Плоскогубцы или тонкогубцы можно выбрать подешевле, так как они будут использоваться довольно редко. Ну и термопаста. Обслуживание без термопасты – просто что-то нереальное. Многие используют термопасту КПТ-8, однако не учитывают ее малую теплопроводность по сравнению с аналогами подороже. На это тоже обращайте внимание. Ну и в завершении набор отверток. Джекли – очень неплохой набор, тем более, что уже сам использую подобный в течение 6 лет. И могу сказать, что ни разу не пожалела покупки. Что ж, на этом обзор приборов и инструментов заканчиваю. Все ссылки под видео. Пишите ваши комментарии, у кого какие опыты использования. Предлагайте альтернативы. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках. Продолжение следует...